11 ноября 11 года 11 11 11 Здравствуйте дорогие друзья! Почти за год до всеми ожидаемого события в мире, которое должно было произойти в 21.12.12 или 23.12.12 Люди так и не смогли определиться с датой конца света, но не суть. Незадолго до этого события была еще более красивая и одновременно пугающая всяких впечатлительных людей дата. Это у нас 11.11.11. Все уже по дефолту боялись конца света, женщины боялись рожать, самолеты боялись летать, а у американцев наблюдались расширение зрачков, учащение пульса, понос и ветрянка при виде этих чисел. Но все оказалось напрасно, потому что самое страшное, что произошло в этот день, это выход Скайрима, в который задротили половину моих друзей и не выходили играть в футбол. Ну и было бы максимально глупо со стороны киноделов не выкатить к такой дате кинчик, чтобы на страхах людей срубить еще больше кэша. На роль режиссера был приглашен человек, снявший вторую, третью и четвертую часть спилы, а на одну из главных ролей пригласили актера с охренительно знакомым лицом, но потом ты выясняешь, что ни один фильм с его участием ты не смотрел. Очень странно. Ну а вишенкой на торте, вот чтобы точно много людей пришло в кинотеатры, пригласим-ка мы в фильм самого Макса Пэйна, блин. Казалось бы, что может пойти не так? Опытные актеры, то прижиссер, все ведь должно быть отлично, не так ли? Ага, хрен там плавал. Тащите с кухни чего пожевать, усаживайтесь поудобнее и на вате дочинать. А стартует фильм с пожара. С пожара в доме нашего ГГ, где сгорел его ребенок и женушка, а сам он в этот момент хрен знает, где находился. Зато мы знаем, где он находится сейчас. Он в 11.11 просыпается у себя в отеле. Товарищ носит название Жозеф, он у нас успешный писака, который после смерти близких утратил смысл жизни и веру во Всевышнего. Кстати, именно из-за своей писательской карьеры он их и потерял. Какой-то фанатик поджег его дом. К нему заглядывает агент, чтобы проверить, не наложила ли его золотая рыбка на себя руки. Мужик в свободное от самобичевания время проводит в клубе таких же людей, как он сам, которые потеряли кого-то из близких. Но вместо того, чтобы выслушать человека и посочувствовать ему, этот чё-то сидит там и себе черкает в своем блокнотике. Но Дивуля на него не обиделась, а как раз наоборот, в благодарность подгоняет ему новый блокнот. Это что-то значит? Ну вообще, как бы она его фанатка. А все фанатки, как известно, при встрече со своим кумиром просят не расписаться на сиськах, а подгоняют блокнот. Но вселенная устроена как? Если ты что-то получаешь, значит ты что-то должен отдать в ответ, верно? В нашем же случае блокнот приравнивается к переломам, ссадинам и нескольким тысячам фунтов, отданных местной больнице. Батя нормально? А всего-то нужно было не принимать подарок. Но на счастье Писаки, авария никак на него не повлияла. Никаких тебе травм. И это при том, что этот балбес даже ремень безопасности натянуть поленился. В то время как водитель второй машины благополучно отправился на тот свет. И после брутальных гангстерских разборок с бабусей, дядьку обратно в отель подвозит та самая деваха и вновь передает ему блокнот, который она ему подарила. Мужик хотел незаметно забыть его у нее в тачке, но девуля настырная оказалась. И да, походу этот блокнот реально притягивает неудачи, потому что зайдя в номер, Жозеф получает, ну, такие себе новости. Отец умирает. И будучи хорошим сыном, мужик тут же отправляется домой, чтобы побыть с батей в его последние дни. Барселона. Барселона, барса, барса, барса. Самый лучший в целом мире круп. И мужик таки добирается до своего дома. Я бы сказал, что дом выглядит не фигово-крипово, но с такой погодой и таким цветокором любой дом будет выглядеть до усрачки стрёмным. Кстати, именно здесь, судя по всему, и был тот самый пожар, но кому не насрать, где он вообще был. Жозеф поднимается к бате и видит, что тот реально собрался на покой. Вы должно быть Жозеф. Эй, не пугай меня. Пуганные. А батя у него, кстати, тоже с сюрпризом. Любит, знаете ли, когда перед ним кто-то в штаны нагадит. И у меня зарплата 50 тысяч сеньгей. С такой зарплатой мне ничего не страшно. Но вместо ожидаемого привет сынок давно не виделись, сядь полялякаем, седой сразу давай закидывать своего отпрыска заданиями. Ты должен спасти его, слышишь? И мужик слегка прифигел от такой гостеприимности и собрался было свалить в отель. Но тут, к его несчастью, он встречает Сэмуэля, то бишь своего брата. Поверить не могу. Во что ты не можешь поверить? Что, дурак что ли? Ты же самого заставил сюда примчаться. И братишка все-таки уговаривает его не уезжать в отель, а остаться здесь. Здесь, мол, гораздо комфортнее будет, чем в каком-то задрипанном отеле, где тебя ночью обнесут. Это же Барселона. Не, ну, ребят, ну это что должно произойти с человеком? Чтобы он такой, а чё бы мне не притащить домой? Вот это! Это ж ангел. Это огромный, жуткий, лысый ангел, сидящий прямо перед входной дверью. Я не знаю, если бы у меня дома была такая хреновина, я бы все деньги отдал, чтобы возле дома дежурила скорая, потому что каждый раз при виде этой хрени у меня будет останавливаться сердце. Но она не кусается. Ну и тут вдруг эта тетя на пару с Сэмуэлем решает показать Глабгеру то, что записала камера наблюдения. Вот. Это демон. Это же туман. Вижу, он кретин. Кстати, эта запись была сделана когда? Правильно, в 11.11. Его сын, к слову, тоже умер в это же время. Такое число невозможно забыть. Последнее время частенько вижу его. Тедди Вулли же, которая подогнала ему тот самый проклятый блокнот, отыскала его номер телефона и теперь названивает. Я рада, что вы со своей семьей. Я хочу вас спросить. Может переспим? Максона продолжает беспокоить 11.11.11, поэтому самое время активировать свои хакерские способности и позырить, что там пишут в этих ваших интернетах про роковое число 11. 11.11.11. Хранители духа. Короче говоря, так как то страшное событие, случившееся с его семьей, произошло в 11.11, стало быть, он каким-то образом открыл врата этих 11.11. И теперь он как бы может видеть оба мира и видеть там каких-то серединных. Нихуя не понял. Честно признаться, я и сам почти нихуя не понял, но что-то вроде обретенной сверхспособности. Он теперь может видеть настоящий мир и какой-то там другой. А какой другой, вообще непонятно. А серединные это типы, которые будут пугать нашего героя до конца фильма. И они каким-то образом вот так должны передать нашему герою послание, но нихрена по факту они не передают. Они просто появляются и всё. Что-то вроде того самого коллеги на работе, который нихрена не работает, но зарплату получает. Блин, дедусь, ты уж определись, а ты умираешь или всё уже передумал. То, значит, он лежит и пошевелится не может, то встаёт, чтобы напрять Джозефа, то вообще сзади подкрадывается не хуже Низи. Я твой рот ебал. И пока Максон там чешет языком с батей, брательникова уже готовится склеить ласты. Но стоило ему спуститься в подвал, как уже всё норм. Кстати, Макс Пейн вот впервые встретился лицом к лицу с серединным, но тот вместо задушевного разговора под 100 грамм водочки просто безмолвно исчезает. Кто так делает? Быдло! Вот кто! Утром тётя заставляет Джозефа Макса Пейна отправиться на церковную службу, где вот этот товарищ решает слегка поугрожать Сэмуэлю. Они пришли за твоим братом! Но Джо считает, что Седовласый просто не в себе. Хотя на его месте следовало бы что-то заподозрить. Он, значит, читает молитву и тут же страдает приступами удушья ни с того ни с сего. Какой-то чел считает его опасным и хочет засадить пулю ему в лоб. Как-то это ненормально, знаете ли, для человека, который всю жизнь отдаёт службе церкви. И здесь что-то не так, очевидно. Но Максону плевать. Всего пара уместных вопросов и всё, забыли про эту ситуацию. Он, наверное, был пьян. Я поговорю с его женой. Делай, что хочешь. И Макс, несмотря на то, что уже выяснил, что он избранный, что он может заглядывать в оба мира, всё ещё продолжает повсюду искать 11-11. Вопрос. Зачем? Ты же уже всё выяснил. А его агент же только сейчас удосужился позвонить и узнать, жив ли вообще Джозеф после той аварии. Но если вспомнить, что это случилось примерно 3-4 дня назад, агент, надо сказать, очень оперативно работает. Джозефу, кстати, мало той информации про 11-11, которую он откопал ранее. Теперь он решил задолбать библиотекаря расспросами про это магическое число. Правда, знать нам, о чём они там трещат, совершенно не нужно. Ведь я этих чудиков опередил и рассказал всё ранее. Разве что стоит только послушать прогнозы этого мужика на завтрашний день. А завтра, я напомню, 11-е ноября. Откроются врата, и через них пройдут существа, схожие со смертными грехами. Не надо таким голосом рассказывать, я же сейчас обгажусь вообще. Короче говоря, на нашей любимой планете Земля окажется какой-то балбес, который, как это обычно и бывает, и вы сами понимаете, что будет делать. А, уничтожат весь мир. Опять. А их батя тем временем вновь принял выжидательную позицию умирающего тюленя и в очередной раз ебил от мозги Максону. Но последнему на батю вообще срать, потому что когда-то Седой сплавился на Великую Британию, и тот за это на него в обиде. Тут вдруг ему вновь звонит брюнеточка, и тот на неё вываливает всё то странное, с чем он столкнулся в последнее время. И Дивуля тут же хочет приехать и утешить бедного писаку. А камера наблюдения тем временем наделали целую кучу фоток с какими-то, на первый взгляд, сектантами. Но мы-то уже выяснили, что это серединные, блин. Какое же дебильное всё-таки название? Знаешь, в сети пишут, что 11-11 это врата. Врата куда? К нам. Мы вас не звали. Чего вам надо? Они считают себя ангелами. Эти существа не ангелы Джозеф. Говорю тебе, завтра 11-11-11 случится что-то страшное. Но вот брательник всё равно не верит в сказки писаки и не собирается давать оттуда дёру. И товарищ продолжает убеждать Максона в том, что 11-11 это брехня. Что всё, чего он там начитался, такая же чушь и тому прочее. Также чел говорит, что, дескать, эти серединные нифига не ангелы, какими себя якобы считают. А демоны. Самые настоящие демоны. Да, типа тех Абадонов, Мефедронов, Аденомов и прочие. Как их там звали, я уже не помню, но названия у них такие же дебильные, как и у серединных. Наверное, на одном заводе их собирали. Значит, ты веришь в демонов. Брат! Да, Господь послал тебя для моей защиты. Ну теперь-то это очевидно. Кто же знал, что у тебя настолько отсутствует инстинкт самосохранения, что ты, блядь, даже на метр отъехать на своей коляске от падающей люстры не в состоянии. И прямо сейчас Джозеф осознал, что за этим балбесом нужно присматривать, как за маленьким ребенком. И уже наутро становится ясно, что Максон стал сомневаться в своих взглядах на мир и вновь начинает обретать веру. Кстати, за ним все же примчалась блондиночка. Каким образом эта маньячка отыскала его адрес, остается загадкой. Но зачем она вообще сюда приперлась? Неужели передумала? Может, переспим? И куда же везти человека, если он впервые оказался в Барселоне? Посмотреть на достопримечательности? Отведать местную кухню? Ага, сейчас. Отведу-ка я ее в парк, пусть она там заблудится в лабиринте. Ну это, сука, романтика. Максона тем временем вновь настигает голену, и до кучи до них еще докапывается старый знакомый, который вот решил спросить у главгера, который час. Время. Время. Минут 10, 15, минут 5, 10. А вернувшись домой, выясняется, что Седой все-таки сделал выбор и предпочел отправиться в мир иной, и не будет больше до усрачки пугать бедолагу Джозефа. Мужик решает заглянуть в кабинет Хавьера, того самого настырного дяди, у которого нет наручных часов. Но дядя не особо рад незваным гостям и засаживает ему пулю в брюхо. Но, как известно, чтобы завалить Макса Пейна, нужно всадить ему гораздо больше одного патрона. И вы же не забыли, как работает эта вселенная? Если ты даешь что-то человеку, то ты должен взять что-то взамен. Так вот, раз уж Хавьер от всей души подарил Джозефу дополнительную дыру в теле, стало быть, его ждет ответочка от Сэма. Ну, брат за брата, как говорится. Кто брата тронет, завалю. И пока Джозеф там полетел собирать вещи, Сэмуэль и Серединные уже готовятся распять. Но брата в обиду давать нельзя. Так, за основу взято. Вот Максон и прикрывает братишку своим телом. А Серединным, оказывается, было главное завалить. А кого конкретно завалить, уже не принципиально. И тут вдруг выясняется, что и Деваха, его фанат, и Сидо, и его агент, и Сиделка, да и сам Сэмуэль, вообще злодеи. А эти товарищи Серединные, оказывается, реально были ангелами. Хотя я бы их назвал немножко по-другому. Ну, нельзя было более доброжелательный скин себе подобрать, а? Обязательно было напяливать такие жуткие морды, от которых недолго и в штаны наложить. Все, короче, это было спланировано его родственниками, чтобы создать новую религию. А распространять ее они собрались, судя по всему, через читателей Джозефа. Ты что, можешь ходить? Назовем это чудом. И реально они получили целую кучу последователей. А Сэмуэль теперь называет себя избранным спасителем, Бэтменом и вообще Мистером Вселенная. Это полнейший бред. Конечно, бред. Собственно, как и сам сценарий. Идея классная. Снято все довольно-таки неплохо, атмосферно, жутко, но сценарий... Господи, зачем все так усложнять? Это же кошмар какой-то. Чтобы все понять, нужно постоянно перематывать назад и переслушивать, потому что с первого раза ни черта не ясно. Вы бы лучше уделили время как раз упрощению сценария и более простому повествованию, а не куче диалогов об одном и том же, вагону совершенно ненужных сюжету сцен, как, например, с фотоаппаратом, который Джозеф потащил в фотолавку, чтобы их проявить. Или пули, которую всадил ему Хавьер. И еще парочку подобных сцен я могу припомнить, но суть вы уловили. Это совершенно ненужные моменты, которые только растягивают хронометраж и даже сильнее запутывают зрителя. Я не могу сказать, что фильм сделан на скорую руку, потому что в нем много деталей, которые быстро придумывать, ну, тупо невозможно. Это просто идеальный пример хреновой режиссуры и слишком сложного сценария. Оттого и удивительно, что снимал этот фильм человек, который до этого работал над тремя частями пилы и справился со своей работой отлично. Однако, вы знаете, слишком сильно занижать оценку я тоже не буду. В принципе, как хоррор, со своей задачей фильм справляется неплохо. У него жуткая атмосфера, много скримеров и есть элемент загадочности, который заставляет тебя продолжать смотреть. И это круто. Поэтому я поставлю 5,5 баллов. Не дотягивает он, конечно, до средней оценки. Ну и ниже 5 ставить, по моему мнению, было бы преступлением. А на сегодня у меня все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вам нравится. Ставьте комментарии, пишите лайки и услышимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok